На сегодняшний день в Южной Корее находится 6 тысяч кыргызстанцев. Кто-то поехал поправить здоровье, посмотреть страну и изучить другую культуру. Но есть и те, кто легально уехал на заработки. Так, Мелизбек Нарын Уулу уже ездил на работу в Корею, где заключил контракт с работодателями на 36 месяцев. Он успешно сдал экзамен, на подготовку к которому ушло 3 месяца. И, набрав проходной бал, уехал на заработки. Мелизбек рассказал о ключевых моментах, чтобы уехать на легальные заработки за границу. В 2012 году за 3 месяца я выучил корейский язык. Курсы стоили 800 сомов в месяц. Потом было тестирование, которое проходит раз в год. Услуги за тестирование стоят 24 доллара. После экзамена в течение двух лет приходит контракт. Если контракта нет, то можно сдать тест еще раз. Если контракт пришел, необходимо сделать визу, которая стоит 70 долларов. И купить билет за 570 долларов в среднем. И проживание за первый месяц мы тоже оплачивали сами. В основном проживание и питание обеспечивает работодатель. Наш герой рассказал, что жил в общежитии с другими трудовыми мигрантами. Также наши граждане имеют все права, кроме избирательного. Предусмотрена страховка от несчастных случаев на производстве. В случае аварии или травмы вне производства. Гарантированная страховка, когда задержали или не выплатили зарплату. Или же компания обанкротилась. И обязательная медицинская страховка. Мы можем сказать, какие у них нет прав. Это право быть избранным и избираться. Остальных в части правительства Кыргызской республики проведена работа о том, чтобы все права были защищены наших граждан. Также признаются водительские удостоверения наших граждан. Отметим, что Республика Корея сотрудничает с 16 странами в разном направлении. Так, кыргызстанцам работа предоставляется в сфере производства. Это работа на заводах и фабриках. До конца завершения контракта нельзя менять место работы. По собственному желанию. Это разрешается сделать только по состоянию здоровья. Тестирование для начала работы проходит раз в год. И Госслужба миграции Кыргызстана делает объявление об этом на сайте информационно-консультационного центра. Основные требования – это возрастное ограничение от 18 до 39 лет. Соискатель обязательно должен пройти тест на знание корейского языка. И этот тест мы в год проводим один раз. Только все соискатели, которые успешно проходят данное тестирование, они имеют возможность попасть в единый реестр, который находится в электронной базе Министерства труда Кореи, и после ожидать контракт с Кореей. Минимальная заработная плата кыргызстанцев, трудящихся в Южной Корее, составляет 1200 долларов в месяц. По желанию работник может работать сверхурочно за дополнительную плату. Отметим, что с 2007 года тестирование прошли более 15 тысяч человек, из которых на работу устроились только 3031 человек. Алина Хайдаршина, Азат Мурадбеков, «Пирамида».